Из книги «Открытый муком», том 18, тема «Лапкин книги», вопрос 3186. «Не подозревают ли помогающие вам, что вы корыстно воспользовались их помощью? Такое ведь ныне частенько встречается», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На этот вопрос лучше всего могли бы ответить помогающие нам уже не один год. Вот часть благодарности нашим благодетелям. Эти люди на слуху, и им можно позвонить и узнать на ваш вопрос. Лично я думаю, что ни один из помогающих нам не подозревает нас в том, в чем мы не виноваты. Тем более, после подозрения помощь прекратилась бы сразу же. Вот наши благодарности спонсорам, помогающим нам не один год. Председателю Алтайского банка, Сберегательного банка Российской Федерации Песоцкому, ФВ, ВФ, уважаемый Владимир Филимонович, «Сердечно благодарим вас за оказанную помощь, выразившуюся в ходатайстве через Алейский банк перед межкомбинатом». Мы получили помощь продуктами, и это очень облегчило существование детского православного лагеря Стана. «Этот год был для нас очень благоприятным, спокойным, никто нас не тревожил. Блокада снята. Даже претензии СС, через которую давил нас Петренко, ВС, идейный вдохновитель от КПРФ, ушли в прошлое, по крайней мере в этом году. Так как мы не получили за 28 лет от государства помощи ни единого рубля, такое благорасположение ваше и помощь для нас весьма существенны. Хотим надеяться, что и в будущем вы нас не оставите. Да сохранит вас Господь на благие дела. 21 октября 2002 года. Телефон 3992-11. Главному редактору газеты «За науку» Алтайского государственного университета Клименко Владимиру Федоровичу. За его поистине гражданское мужество и здание религиозных подборок православной тематики «Эти нетленные материалы разошлись всем пяти континентам в русской эмиграции. Да благословит Господь Иисус Христос наше и дальнейшее сотрудничество. Храни вас Бог». Телефон 66 95 69. Приходько Наталье Николаевне за ее самоотверженную работу старшим воспитателем, поваром, прачкой в лагере «Стани», за ее истинно-христианское материнское обихаживание детей днем и ночью, заставленные ею характеристики детям за ласковый прием родителей и гостей в лагере. Молимся о твоем спасении и здоровье. Не молодушествуй и трудись во славу Божию. Сердечно благодарим директора ООП КФ «Валер» в многоцвете Артеменко Валентину Николаевну и всех сотрудников за доброту и милосердие. Ваша помощь в размере 2 миллионов рублей весной 1997 года помогла приобрести для детского лагеря стиральную машину, что очень облегчило поддержать чистоту. Дети, особенно старшая воспитательница Приходько Наталья Николаевна, чей труд так облегчился, желаю всем вам душевного спасения и милости от Господа нашего Иисуса Христа. Храни вас Бог и Матерь Божия. 24-44-36 Прокурору Алтайского края Парускуну Юрию Федоровичу, начальнику отдела по хозяйственной части Дмитриевой Валентине Ивановне и всем, кто содействовал получению нами от вас благотворительной помощи в миллион рублей, на которой прокурор села Мамонтово Сухов Владимир Герасимович купил 6 мешков продуктов и сам же их и привез. Вы первые, кто откликнулись с делом, да благословит вас Господь и Матерь Божия, управляющему Олейским отделением Алтайского сберегательного банка РФ Миронову Александру Николаевичу. Сердечно благодарим вас за оказанную помощь продуктами детскому православному лагеру. Наш лагерь не получает помощи 28 лет ни на детей, ни на обслугу. Такая помощь для нас очень существенна. Она помогла нормально провести лето. Приглашаем вас на следующее лето к нам в гости с детьми, так как лагерь наш комплексный. В нем могут пребывать и взрослые. Здесь же рядом находится православное поселение Потеряевка. Восстанавливаемое с нуля уже 10 лет. У нас никто не пьет, не курит, не стверноспоет. Вам у нас очень понравится. Просим сохранить ваше доброе расположение к нам и на будущее время. Да сохранит вас Господь на добрые дела. Приезжайте в гости 21 октября 2002 года. Максимову Юрию Викторовичу, директору вычислительного центра Кроевого комитета социального пенсионного обеспечения. Сердечно благодарим вас за доброе отношение к нашему делу воспитания детей, обучению юношек, восстановлению православного поселения. Разрешайте изготовление необходимых нам документов и бланков. И снисходительно относитесь к тому, что у вашего работника Загуляева Алексея Викторовича есть необходимость по вторникам посещать местное СИЗО 17-1 тюрьму для евангельской работы. И он это делает уже несколько лет. Да продлит Господь Бог милость свою к вам и ваше расположение к нам. Добрыми людьми еще богата многострадальная Россия. И эти наши общие труды бескорыстны. Они для благодуш в настоящем и будущем. В Люксембург отцу Сергию Пуху, дорогой батюшка, милостивый наш благодетель, посланная вами лепта на наш детский православный лагерь Стан. И в этом году на тысячу долларов дошла она весомая помощь. Деньги нужны на приобретение шифера кровельного леса. Для деревни нынче хотели купить подержанный гусеничный бульдозик. И стоил-то он не более трех тысяч долларов, но денег так и не смогли добыть. Нужно болотца превращать в пруды, раскорчевывать заросшие сады 6,6 гектара. А нас знают и в Синоге, и во всем зарубежье. Они много помогают и другие места, помогают другие места одеждой, едой. А как хорошо было бы построить такое, как наше православное поселение. Тут средства селя госкапитальное строительство. Не пропито, не проедено. Или наша идея с огромными усилиями, притворяемая в жизнь, непонятно, кажется малозначащей. Без помощи нам не встать, потому что все, строительство дома, скотных дворов, техника, цены не подступить. Скотина, все-все покупать, переселенцу не на что. Сохранить детский лагерь для бедных детей – немалое дело. И в этом ваш вклад – помощь. Да воздаст вам Господь Бог щедротами и спасением вечности. Деньги сие с трудом собраны для детей, так и не были получены. Но НЭП-банк при жидовском дефолте 98-го года все своровал и даже через суды ничего не отдал. Смотрите, открытый моком, том 2, вопрос 856. 1 Царство 25.15 Эти люди очень добры к нам. Псалом 9.35 Эти люди очень добры к нам. Таланты блещут. Их там целый короб. В бездействии крошки не сопреет. Умение истинное. Вычленить мгновенно мы добываем опытом и знанием. Поддельная так разница от золотой монеты. Простую тряпку ложь как превращает в знамя. Скрывают жулики конверты по ночам и ищут доллары зеленые купюры. Но шныр, читая, думать бы начал, письмо евангельское высветило шкуру. И даже грех, а что чернее греха, потуск и просветлел, и посветлел, преображаясь, пёс заскулил и перестал брехать. Трудягами очнулись попрошайки. Умение горькое так и признать бы горьким. И не подслащивать дни льё греха отбросы. И подставлять позорному подпорке. Когда-то строгое об этом спросят. Всё через сито неземного страха. Учиться пропускать, притом молниеносно. На поле, выделенном каждый, будет пахарь. Пчела не залетит в воровка мостом. Сначала Ева, потом Адам. При выборе несчастьем поперхнулись. Доверились дракону, а потом скотам. Вечались виноградом и сводила скулы. Сокровища земные приравняем к ссору. Страдание со Христом за выигрыш почтём. Нам в той учёбе Библии опора Ненужное отрежется евангельским мечом. 2 сентября 2006 года. Игнатий Лапкин.